Шоу называется... На сухую не будем сидеть? Ты не бойся сегодня играть. Ноль рублей. Хоть здесь будем зарабатывать. Они просто бешеные. Самое главное, свое очко он унес. Историю послушал, я половину не понял. А че я с нардами-то пришел? И это такса, сука. А из команды может кто-то засосать? Такси история. И что было дальше? Здорово. Здорово, брать. Как дела? Здорово, Жека. Пока запись не началась, я денусь в телефон. Давай быстрее. Глядишь, уже запись не началась. Так, я дам атрибуты, телефон. Помассироваться надо, блин, после ваших рассказов. На сухую не будем сидеть? Грузинская. Давай разольем киселеду. Давай, давай, Ильин. Ну, а то че мы... Из черной смородины. Там минералочка, вода какая-то. Несерьезные, да, напитки? В нашей столовой подогрели. Немножко. Ильин, давай. Давай, Ильин. Хорош. Че он? Прям на кеды. Да какие кеды? Обновил. У тебя сланцы. А у тебя настоящие, не китайские? Ты не на, как он там, не на Алиэкспресс заказывал? Нет. Я тебе говорю. Всем привет. Сегодня у нас шоу называется ПНХ. Пошел... Ой. Пожалуйста, не хамите. Давайте поприветствуем спортсменов, которые сегодня здесь с нами находятся. Это Глеб Кузьмин. Он же Кузя. Это воронежское дарование, так скажем, бриллиант, который ограняет в Салаватии Лаеве. Он, конечно, со скрипом идет, но самое главное, он идет, да, Кузя? Не останавливается на месте. Просто макдейт. Мак? Макдейт. Маккузи тогда? Маккузи, макдейт. Маккузьмин. Часто путают. Этого человека вы все знаете, его любимая фраза «пи*** в рот». Вот. Александр Хмелевский учился русскому языку через нас, через Яндекс.Переводчик, через Google Транслейтер. Особенно, когда мы проигрываем, Саша узнает много новых слов, читая комментарии. Очень приятно. Александр Хмелевский. И человек, который перетанцевал Коляна из реальных пацанов. Человек, который взорвал интернет. Человек, который в прошлой игре набрал два очка. Самое главное, свое очко он унес. Это Евгений Тимкин. Ну и я, судя по всему, ведущий этого шоу. Давайте мы тебе представим. Давайте, пацаны, представьте меня. Гриша Панин, капитан Уфа Бошкортостана. Вот сегодня спонсор нашей программы – кисель от Тимыча из черной смородины. Кстати, пушка. Либо химчистка для... Химчистка для ботинок Сашины. Спасибо, Евгений. Либо растяжка от Кузи. Студия растяжки. Ты можешь пошире ноги раздвинуть? Ну а в чем передача-то про что вообще? Что мы делаем? Передача о том, что мы тут рассказываем истории из жизни, из прошлого, из опыта. Наверное, то, что связано с хоккеем. Может, у кого-то это и не связано с хоккеем. Поэтому, если есть у кого-то истории, можем мы начать. А что я с нардами-то пришел? Да, кстати, а что ты с нардами пришел? А я с этим... Ну ладно, давай. С вибромассажером. Кто-то... Тимыч, ты начнешь? Я могу так... Врачу. Что угодно. Хочешь, я начну? Давай, начинай. В общем, рассказываю. Я молодой пацан. Мне 17 лет. Я приезжаю только в команду высшей лиги. Вот. И для меня такой шок был. Представляешь, это я сижу в раздевалке, там переодеваюсь, а рядом со мной парень, не буду говорить кто, просто вот так закуривает сигарету. В раздевалке? В раздевалке. А это старые еще дворцы были, ты этот, раньше там, помнишь, это в старых дворцах, там внизу были туалеты. Вот в этом туалете была сделана раздевалка, но нормальная раздевалка для того времени. Я просто сижу, молодой пацан, там готовлю все, хоккей для меня, я клюшку вот так должен держать, никогда ее не отпускать, спать там с ней. Я смотрю на эту картину, чувак просто закуривает сигарету и идет в душ. Следующая картина, ну, нет, по тренировке же тоже как-то надо помыться, я захожу в душ, а там просто облако, облако из дыма. Это когда тебе, сколько было? Это мне было 17 лет. В 90-х годах, да? Ну, там, в 80-х. Хороший пример тебе показали. Да, то есть я понял сразу, куда я попал, где будет у меня повышаться уровень моего мастерства. На самом деле очень много ребят старого поколения, которые могут и во время перерыва там что-нибудь, градус какой-то. Так, это вообще... Это прям допинг. У меня прям, знаешь, это у меня как-то с Самарой связаны такие воспоминания, достаточно приятные. Я помню, мы ездили в поездку, один парень, с которым я играл в паре, он с собой в поездку берет такой мешочек небольшой, там у него лежат сланцы, там у него лежит зубная щетка, паста и две баклажки пива, полторашки. Восстановление. Человек просто знает, как правильно восстанавливается, получается. А вот в НХЛ, где ты играл, вот там какое восстановление, как там ребята в перерыве что-нибудь делают, либо это после игры? Да, я думаю, самое лучшее восстановление или наслаждание, как сказать, это в КХЛ после игры. Кстати, а у нас... Особенно, что после игры, да? Ага. Люблю хоккей. Что нужно после игры? Пацаны, у нас выделили бюджет на вот это, на шоу. На шоу? Да, 0 рублей. Поэтому у нас вот это, поэтому мы вот реквизиты притащили свои, а этот кальян же кто-то должен был принести. Кальян. Кальян? Кальян должен принести кальян? Это тавтология, Кузя? Кстати, по поводу кальяна, я слышал, что парни с именем Джош очень хорошо забивают кальян. И не только, по-моему, кальян они хорошо забивают, но этого парня уже здесь нет. Тимыч, ты знаком с Каляном из реальных пацанов. Когда ты с ним познакомился, как это вообще произошло? Калян там поздравил меня с Новым годом, там нашу команду и все такое. Вот, но и... Я в ответ ему видео прислал тоже. Ну, так, чисто. Сань, сплюнь. История, честно. Ну, согласен. Да нормально, нормально, интересно. Эй! Покажи мне, я не видел. Кузьма, ну, давай этот, немножко затронем твое воронежское детство, вполне возможно. Как оно складывалось, вот город Воронеж. Я там, по-моему, был один раз и бегал от собак. Реально убегал от собак. Мы вот как раз с ЦСКВС что-то куда-то пошли прогуляться после тренировки. Вот, и... Да, вот сейчас про собак как раз таки. Иду я на Новом году в Воронеже. И я такой, знаешь, какой-то грустный Новый год получился. Я шел около своего дома, и навстречу идут две бабки с таксой. Вот, но мне с детства приучили, нужно всех поздравлять с Новым годом. Вот, то идет, да, навстречу человек, ты говоришь, с Новым годом, а они тебе в ответ что-то. Вот, я поздравляю этих бабок с Новым годом. И эта такса, сука, она прям срывается и мне в штанину, понял? Вцепилась, и вот так... И я так перепугался. И вот с тех пор я боюсь собак, особенно такс. Они просто бешеные. Они же охотничьи. Так. Вот. Я был, получается, жертвой. Меня второй раз укусили уже в Москве. Такая, знаешь, вот в каждом дворе есть такая бабка, женщина, которая царица, б***ь, всех дворняк. Вот она идет, у нее еще голубь тут сидит, б***ь, один тут ворона. Возьмем дома, что ли? Она идет, у нее тут армия просто этих животных, б***ь. И одна, короче, дворняк выбилась, б***ь. А я еще тогда как бы боялся, но еще как бы не принял ту сторону. Боюсь я в итоге или нет? И этот дворняка подходит ко мне, так нюхает меня, вот так... И кусает, прикинь. Вот сюда вот я уже, б***ь. Тоже в левую ногу. Я в итоге б***ь. Лазили по гаражам? По гаражам, по деревьям, по теплотрассам Я твои истории послушал, я половину не понял Сань, вот скажи, как твое детство проходило Вот смотри, у нас детство, я, свои, гаражи, деревья, теплотрассы, парки, стройки Мы подвалы еще, у нас еще подвалы тогда были Подвалы, подъезды и крыши домов Да, да, точно Вот это вот Сбоку дома, дом трех- или пятиэтажный Была такая большая лестница наверх И не дай бог в своем детстве ты не залезешь на эту крышу Не посмотришь вот так вниз, не плюнешь или что-нибудь не скинешь оттуда Считаю, у тебя детства не было А домовухи ты запускал в какой-нибудь дом? Спичный коробок поджег, закинул туда А спички к потолку прилепли? Ага, нет, ничего такого А спички в асфальт делал и потом дюпелем ба-бам там Ядерный взрыв был Ты как вообще? Короче, я не прожил хорошо Ты не в той стране родился, Сань? Да нет, наоборот, у меня все Голливуд было А, да, еще покруче, чем у нас? Не, не думаю покруче, просто по-другому Я в южной... То есть там все наиграно, да? Ну даже... Я в южной Калифорнии родился, у нас океан был 10... Саут Калифорнии? Саут Калифорнии У вас зима была? Зима? Я первый раз снег видел, когда мне там было 8 лет И какие у тебя впечатления были после увиденного? Снег? Да Собрать вот так, как это на русском? Снежок Снежок Сноубал Сноубал У каждой команды было 6 игроков, 2 защитников, 3 нападающие и ротары И такси назвалось, сквад, типа это запасные игроки И я в этом году пробился в этот состав Запасные игроки такси называются? Да, такси сквад называлось, да Они везде ехали с командой Но не играли Не играли, просто тренировались И, короче, наконец-то сказали мне, что я буду играть против Колорадо Ты отмечать пошел, что ли? Нет, нет И, короче, я как выставил просто в Инстаграм все там, кто меня там поздравляли И я такой наряженный был, я даже перед игрой не мог спать Ну, понимаешь, что это первый раз, знаешь И я пришел на игру там, все, разминаюсь Начинаю там, только хотел там щиток один одеть И, короче, тренер мне подходит, говорит Ты не будешь сегодня играть Я думал, он просто шутил, знаешь Я так, я как посмотрел, да ладно И дальше только одевает Да, и дальше другая одевает Он говорит, нет, нет, там была ошибка Тебе забыли поставить в состав И, короче, ты там перед игрой, ты, кстати, на типа такого Ты там пишешь, там деньги должен там поставить первую игру А они говорят, Сань, мы деньги твои возьмем Ну, я, короче, все там Я думал, все, конец мира, конечно И так смешно, как жизнь получается, что я сыграл мою первую игру Следующую игру в Южной Калифорнии, где я родился Да ладно Где, да, где я начинал, ну, хоккей прямо в Анахайме Everything happens for a reason Есть, как сказать Что делать, все к лучшему Ну, не это, но тоже такого Записывайте цитаты Александра Хмелевского Короче, да, первую игру сыграли, выиграли по булитам Ты что-нибудь сделал? Ну, передачу одну сделал Передача? Да, ладно, первая игра и передача Думал, все, остаюсь в составе Нет, блин На следующую игру не поставили Нет, все Саш, мы тебя поняли Первый матч у тебя не состоялся Но состоялся потом, в твоем родном городе И что было дальше? Ну, самое обидное, что было В смысле, что подальше? А, в этот день? Да В смысле Ну, вот ты сыграл, ты передачу отдал Ты наверняка доволен Вы, кстати, выиграли? Ну, выиграли А, ну, у нас Что ты любишь в хоккее, вот Что было дальше? По пивкам? По пивкам, да Ну, конечно Ну, в этот день, кстати, пива не было Ну, бокалчик вина было Какого? Красный, конечно Какого с холом? Полусладкое Полусладкое Я знаю, что бы хотел у тебя спросить Вот, как проходит не ужин новичком А вот это руки пари Я не проводил в НХЛ Только в АХЛ Ну, хотя бы про АХЛ расскажи У нас, короче Как называется эти микроавтобусы Где там Ну, у нас в Америке Да, да И там, короче Ты создаешь твой телефон Все новички Ты не можешь там телефон использовать И каждое сообщение, что ты получаешь Тебе нужно выпивать что-то И, короче, мы из Сан-Хосе В Сан-Франциско поехали И, ну, хороший час проведили И потом, после этого Для себя новичок был конкурс Типа, нужно всякие там вещи сделать Я помню, какой-то есть список Вообще Что нужно сделать Да Ну, я все не могу рассказать Что мы сделали Ну, если ты бы в татуровка Командный эмблем Поставил татуровка на себе Ну, сделал Ты бы выиграл конкурс Какой бонус от выигрыша? Я не думаю вообще никакой бонус Просто молодец Ну, конечно, когда ты чуть-чуть попил Или выпил, как говорится Тебе проще Тебе проще все эти конкурсы проведить Я помню, улица Переход как Да-да-да, переход на другую сторону Нужно монетка взять И с этой монеткой толкнуть Из один стороны улицы в другой Чем толкнуть? С носом То есть ты, грубо говоря, обставал на 4 То есть я как дурак Сижу вот так на 4, да В Сан-Франциско Поддерживаю все машины А в Сан-Франциско же еще это Уклоны же такие, да? Да, да, еще да И я на горочку вот так питаюсь Носом? Просто вот так носом Знаешь, у меня там нос побольше, мне легче А я как продвинул, продвинул, продвинул И в конце все То есть все в этот момент отмечают, выпивают, кушают, весело проводят премисть Все ветераны там, они там кушают, отдыхают, а новички конкурс делают А новички носами толкают монетку через дорогу, да? Да, да, да Блин, класс Надо, кстати, взять этот конкурс на заметку Я слышал, что есть такое, что ты переодеваешься В женские какие-то одежды Вот, я же тоже был Это в другие Подожди, тогда мы это к Тимушу Да, нет, нет Ну у нас не было такого, так что я дам Тимушу рассказать Очень нежно мы переходим к переодеванию Евгения Чимкина Подожди, переодеваешься Я был в Америке один год Но у меня было два руки потея Да ладно А ты в каких командах? Я играл во Флориде Ну, это я в искусстве играл Эверблейдс Эверблейдс, да И потом меня, не знаю, меняли, продали, отдали, короче, в центр хоккей-лик Это, короче, Mississippi River Kings Mississippi, это прям деревня Да, реально Ну, как, вообще И, короче, у меня сначала был во Флориде, был, Рокки Паки Вот, мы поехали там, вот, как ты говоришь, бас Там начали, ну, там сразу они накачивают тебя Чтобы ты там пил, пил Там вот эти вот, Budweiser Budweiser, да Budweiser, да Тяжелая, да? Тяжелая Там, знаешь, этот, мне кажется, спрать тяжелее Это мелкшек просто Вот, и ты должен там дырку сделать и так А, называется шатган Шатган? Как это оружие, типа Ну, я понял, этот, винчестер-ружье Да, вот шатган называется Ну, там вот ребята там по три выпили уже лежат А я вообще не понимаю А Тимыч на них в этот момент смотрит Что они, вот, и все И мы приехали на пляж И началось там вот это, вот, как ты говоришь Стой, а ты выпил эти три? Конечно, выпил А, ну они на полу, а ты просто как вода, да? Да я не знаю, что они там еще пили Ну, как бы Их с собой загрузили, тоже взяли Да, да, да Чисто по песку вот так вот полокли Из коллектива, как бы, не выбивался Тоже, ну, вроде, дело, видишь, что понимаю Красава Вот, ну и все Приехали мы на пляж И там начались конкурсы Там что-то конкурсы надо Прийти с поцелуем на щеке Что-то, типа Тебя кто-то поцеловал Без разницы, кто тебя будет целовать, да? А из команды может кто-то засосать? Не знаю, там может быть Все, все, что угодно Потом там, короче, ты должен там Номер, какие девушек собрать Перенести старичкам А я слышал, юниорская команда есть В канадской лиге Где, типа, знаешь, эти майки Ну, футболки, типа, без руках Ну, белые такие прям Алкашка И ты ходишь по школу, там, в колледж И как новичок И ты с белой майкой, маркером И сколько ты можешь там собрать, там, номера А там девушка В один прекрасный момент Меня меняют в другую команду Или продают, или отдают Я только приезжаю, там опять Руки-пати Я думаю, ну, ладно, я пойду Чисто у тебя фестивальная такая Тусовка, да? Это Миссисипи Тоже там была теплая погода И вот новички должны были в женские платья одеться Да В ресторане Если у тебя прошел Руки-пати То ты не выполняешь это Да, да Если ты уже там был Да Вот, то есть я уже приехал Я уже там не переедевался Пацаны, новая команда позвонит Там старая Да, да, да Они ушли Ну, я говорю, блин, у меня уже было Он сделал все, да, он сделал Ну, ладно, не будем трогать Кузьмич, ну, твои Руки-пати Я не играл в Ахэл Нет, в Ахэл тоже Ну, в России же тоже присутствует А, ну, у меня первое сплочение было с толпаром У нас просто называется сплочение Сплочение? Сплочение, да Это типа события Это типа руки пари А, ну, да Но сплочение, да, это немножко по-другому Это когда вся команда Это ужин новичков Вечеринка новичков Да, вечеринка новичков А сплочение, это когда все объединяются единым коллективом Вот Одной целью Ну, я на этих сплочениях был Идут вперед Эти сплочения стирают рамки между друг другом Вот ты приходишь как-то новенький Ты пришел, тебе легче будет в коллектив лиц А, Тим, как в прошлом году, ты там со мной не здоровался? Ты со мной не здоровался Но, я вот, Кузя, про тебя могу сказать Что ты вливаешься очень легко Ну, да Через два пива ты готов просто быть хедлайнером вечеринки Ты готов зажигать При том, что это же такой момент, да? Да, я легко стартую, но и быстро финиширую Ты сейчас про что? А в прошлом году история тоже была прикольная Когда? Ай Да не, не прикольная Ты опять в толпах? Такси история Дорогие друзья, надеюсь, что вы не устали Поэтому смотрите вторую часть шоу ПНХ И расшифровывайте, как вам нравится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok